МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет вашему вниманию проект «О чем молчит время». В нем мы рассказываем об удивительных фактах, реальных исторических личностях и событиях, которые так или иначе связаны с нашим городом и его окрестностями. Каждый выпуск нашей программы – это увлекательное путешествие по страницам истории. И сегодня мы в очередной раз вместе с вами вступим на территорию тайн и загадок, где до сих пор бродят призраки прошлого. Сегодня мы решили не уезжать далеко от Рязани. Чуть более 20 километров, и мы оказываемся здесь, в Стенькино. Кто-то думает, что это маленькая и ничем не примечательная деревушка. Однако историкам и краеведам это место хорошо знакомо, ведь когда-то здесь располагалась усадьба Дубовицких Мерхелевичей. Хотя почему мы говорим о ней в прошедшем времени? Ведь сегодня, как и несколько веков назад, путников также встречает барский дом, стоящий неподалеку от въезда в Стенькино вдоль дороги. Конечно, его былое величие кануло в лету, и сегодня нас встречают не статуи львов и шикарное убранство, а заколоченные досками окна и следы пожара на фасаде. И тем не менее чувствуется, что эти стены были свидетелями многих событий, а по этой земле ходили выдающиеся люди. Ведь задолго до того, как Дубовицкие купили эту землю, здесь жили представители многих известных фамилий. Деревни Стенькино на колодезях и Демкино на ключах были пожалованы Иваном Грозным, боярину Федору Ивановичу Шереметьеву. Вот так с XVI века и началась история этих земель. У усадьбы было много хозяев. Первые известные нам – это ровесники Ивана Грозного, бояре Шереметьевы. Затем она несколько раз передавалась по женской линии, менялись фамилии владельцев и Головины, и Салтыковы, и Козловские. А Дубовицкие пришли туда в конце XVIII века. Род Дубовицких, согласно семейному преданию, происходил из Польши, откуда в начале XVI века приехал Иоанн Воин Ломовский, да так и не вернулся на родину. Герб дворян Дубовицких внесен в десятую часть общего гербовника Всероссийской империи, где написано. В щите, имеющем золотое поле, находится крепость о трех башнях натурального цвета, и в воротах оной стоит воин, держащий в правой руке меч, а в левой щит. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом, с дворянскую на нем короною, с пятью страусовыми перьями, на которой изображены те же крепости воин, как и на щите. Намет на щите красный, подложен золотом. Из фамилии Дубовицких многие служили Российскому престолу. Ну а первым владельцем этой усадьбы из рода стал Петр Николаевич, который купил ее в 1785 году. Родом он был из Ряжской округи, оттуда и пошел служить. Петр Николаевич воевал в Первой русско-турецкой войне времен Екатерины, когда Россия пыталась присоединить к себе Крым. Участвовал в подавлении Пугачевского бунта, в общем, хорошо показал себя на службе, но кроме этого он был, говоря современным языком, талантливейшим предпринимателем. Еще будучи в армии, правда, он служил уже после русско-турецкой войны по правианской части. Так вот, будучи в армии, он развернул невероятную предпринимательскую деятельность. То есть он удачно выполнял свои прямые обязанности, продал казенное сено по хорошей цене и прочее. Ну и параллельно делал свои дела. Значит, он занимался и подрядами строительными, и что-то там с бриллиантами у него было, и трактир. В общем, самая разнообразная деятельность, но при этом всегда очень успешная. И за довольно короткое время он нажил очень приличное состояние. По всей видимости, именно тогда ему и пришла в голову идея приобрести Стенькина. Однако это было отнюдь не единственное его имение. Владения Дубовицкого располагались чуть ли не в семи областях. И тем не менее Стенькина стало основной усадьбой. Прослужив 16 лет, Петр Николаевич выходит в отставку и поселяется в усадьбе. С этого времени он полностью отдается столь любимой им хозяйственной деятельности, которую он вел с размахом и рачительно. Говорят, что Дубовицкий сам начертил план будущего дворца, а также определил расположение главных залов. Якобы даже изразцы и плитку для каминов изготавливали по его эскизам в Италии. А паркет в парадном зале был выложен таким образом, что с балкона можно было рассмотреть переплетенные инициалы владельца усадьбы и его супруги. Петр Николаевич благоустроил усадебный дом, парк, каскадные пруды, которые, кстати, сохранились и по сей день. Особой заботой его пользовался конный завод, на котором разводились лошади росистой породы. В 1800 году Дубовицкий заложил каменную Покровскую церковь с пределами в честь Симеона Столпника и Петра Александрийского, который был его небесным покровителем. Но при жизни Дубовицкого она так и не была достроена. Наследником родительских владений стал Александр Дубовицкий. Его служебная карьера сложилась не столь успешно с Колей отца, хотя и пошел он по стопам родителя. На 17-м году жизни он поступает на Государеву военную службу, последовательно получая чины. Однако в 1809 году высочайшим указом его отстраняют, с тем, чтобы впредь уже никуда не назначать. Это означало полный конец его военной карьере. Гнев императора Александра I был вызван нечестностью комиссионеров, которые были под началом Дубовицкого. Только после восьмилетних хлопот Петра Николаевича и его влиятельных друзей удалось смягчить формулировку отставки. Уволен от службы по его желанию на обыкновенном праве. До 1814 года Александр Петрович почти безвыездно жил женой в Стенькино. В эти годы он занялся самообразованием, изучал труды мистиков. В 1820-е годы супруги Дубовицкие жили в Москве, Петербурге и сельце Суходоли Елецкого уезда Орловской губернии, который они получили от отца. В Петербурге Александр Петрович стал посетителем родений Духовного союза, которые проходили в Михайловском замке, бывшей резиденции императора Павла, в которой он и был убит. Известно, что монарх покровительствовал масонам и сектантам, поэтому Михайловский замок почитался у них как святое место. Духовный союз – секта, основанная Екатериной Татариновой. Она была вдовой полковника Татаринова, впоследствии директора Аризанской гимназии. По смерти мужа она поселилась в Петербурге и с 1817 года основала свой сектантский кружок. В него входило около 50 лиц разного пола и сословия. Здесь читалось Святое Писание. Пелись различные песни, между ними некоторые хлыстовские и церковные, большей частью переложенные на народный напев Никитой Феодоровым, который слыл в сектантском кружке за пророка. Затем завершалось родение, как у хлыстов, заканчивавшиеся пророчествами. Секта Татариновой представляла собой образец слияния мистицизма с хлыстовщиной, из которой были заимствованы родения, как средство для достижения экстаза. Но не были заимствованы ни догматическое, ни нравственное учение. В 1826 году союз Татариновой был уничтожен. Ее последователи разосланы по монастырям. А сама она заключена в Кашинский Сретенский монастырь. В 1821 году скончалась после родовой горячки жена Александра Петровича. Он тяжело переживал ее смерть, и главной отрадой его жизни стала религия. Дубовицкий организовал религиозную секту истинных внутренних поклонников Христа, за что был обвинен властями в отторжении крестьян от истин православия и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь. Возможно, именно из-за увлечения Александра Петровича мистицизмом впоследствии и родилось множество зловещих легенд, которые до сих пор пересказываются местными жителями. Так, например, несмотря на такую богатую историю, в местной школе нам показали только стенд с информацией о роде Дубовицких. Но никаких предметов из усальбы, которые иногда находятся и наверняка могли бы сохраниться у кого-то из старожилов, здесь нет. Оказывается, есть поверие, что род Дубовицких был проклят. И это проклятие коснется каждого, кто заберет себе что-то из этой усальбы. Как нам рассказывали, что в свое время, когда здесь здание пришло такой вот в упадок, его как бы чуть-чуть забросили, они стали за ним ухаживать. Люди попытались взять перила от лестницы и говорят, что как бы у них кто-то в семье умер. То есть такое вот поверие ходили. Конечно же, можно считать это выдумками, но, как известно, дыма без огня не бывает. Следующим владельцем усадьбы стал сын Александра Петровича Петр, которому частично передалась деловая хватка его деда. Петр Александрович стал, пожалуй, одним из самых известных представителей рода Дубовицких. Поскольку Петр Александрович был еще и блестящим ученым и практикующим хирургом. То есть там уникальные, видимо, были данные у человека, поскольку он в 14 лет сумел поступить в университет. В 14 лет в университет. Люди еще где-то в средних классах гимназии обычно в это время сидели. А он уже в Московском университете. К 20 годам он его заканчивает и начинает практику. Причем блестяще практикует. Стажируется на Западе, в Париже живет там полтора года. По предположению исследователей, которые занимались биографией Петра Александровича, можно предположить, что если бы не ранний уход вот с этой профессиональной стези, практикующего врача, он мог бы стать в один уровень с такими медицинскими светилами нашего Отечества, как склифосовский пирогов. Но судьба ему не благоволила. В 23 года, являясь доктором медицины и профессором Казанского университета, он упал от переутомления и повредил руку. Практиковать он уже больше не мог. Его перевели в медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге, которую он руководил в течение 10 лет. Потом он возглавил научно-медицинское ведомство. Вскоре он ушел в отставку. К тому времени его отец умер и Стенькино перешло к Петру Дубовицкому. Петр Александрович уделял много внимания этой усадьбе. Именно при нем был надстроен третий этаж с балконом. При нем же возводились главные ворота, украшенные скульптурами львов, которые обошлись по 30 рублей серебром за штуку. При нем же на территории усадьбы были выстроены больницы, богодельня и школа для крестьян, которые Петр Александрович содержал за свой счет. Кстати, школа, когда-то основанная Дубовицким, как учебное учреждение, сохранилась и по сей день. Конечно, сейчас у нее новое здание, а вот до 85-го года ребята обучались в здании богодельни, которая сохранилась, но сейчас находится в разрушенном состоянии. Здание было красивое. То есть были красивые окна, которые полукруглые, да, такой формы. Высокие потолки. Ну что там еще? Дубовые полы были в этой школе. Ну и сами классы тоже были. На первом этаже, конечно, маленькие, а вот на втором уже зал такие были большие, побольше. Именно Ирина Викторовна, будучи вожатой в школе, заинтересовалась историей усадьбы и рода Дубовицких. Работа в архиве, беседы с острожилами. Тогда еще были живы люди, которые помнили, как выглядел барский дом до революции. С этой стороны, как по острожилам рассказывали, была очень огромная лестница, на которой даже могла въехать карета с лошадьми, то есть подняться. Лестница эта начиналась с земли и заканчивалась на втором этаже этого здания. Так как здание трехэтажное, на первом этаже жила прислуга, вот, занимала это место, а на втором и третьем уже занимали непосредственно хозяева этого барского дома. Также были здесь красивые ворота. Когда гости подъезжали, их встречали очень красивые львы, статуи львов. Вот. И еще также была лестница, продолжалась дальше до пруда. Еще один интересный факт. Рассказывают, что жена Петра Александровича занималась разведением попугаев. Говорят, что этих экзотических птиц можно было увидеть не только на застекленном балконе усадьбы, но и на деревьях в парке. Якобы их приковывали длинными цепями к веткам. Наверное, про каждую старинную усадьбу рассказывают что-то подобное. Где-то выращивали лимоны и клубнику, где-то разводили чудесных зверей и птиц. И наверняка в любом старом имении найдется один, а то и несколько подземных ходов. Но это уже тема для следующей нашей программы. На этом история семьи Дубовицких и этой усадьбы не заканчивается. Мы обязательно продолжим в следующем выпуске. Я напоминаю, с вами была программа «О чем молчит время» и я ее ведущая Ирина Ковалева. Увидимся в следующих увлекательных путешествиях по страницам истории Рязани и ее окрестностей.